Губернатору представили амбициозный проект мегафермы. Все производство будет роботизировано от и до. Кормежка, уборка и дойка коров будут проходить с помощью техники нового поколения. Плюс к тому, после запуска фермы 21 века в село придут молодые специалисты, которые будут работать на развитие района и молочной отрасли. Планируем мы средний надой, то, что обещают израильтяне, то, что они обещают, через два года выйти в среднем на 11 тысяч литров. Что это немного. Для Израиля это немного. Но для России это считается очень много. Также губернатор края оценил молодой яблоневый сад, который выращивают по европейским стандартам с помощью капельного орошения. На площади 85 гектаров высажено 260 тысяч яблонь. На ставропольских землях хорошо прижились зарубежные сорта – Грэнни Смит и Голден Делишис. Также в Труновском районе стали возрождать виноградники. Валерию Гаевскому рассказали, что за столовым сортом – будущее. Этот продукт очень конкурентоспособен. И в чем еще особенность – большая доля импорта. То есть в Россию увозится где-то на сегодняшний момент от 360 до 380 тысяч тонн винограда. То есть получается, чтобы импорт нам только заменить, надо где-то около 18 тысяч гектаров виноградника посадить в Россию, чтобы отказаться от импорта. Следующим местом поездки стала площадка под будущую базу отдыха. Здесь, рассказали губернатору, уже к концу будущего года вырастет настоящий туристический комплекс из трех озер. И каждый человек найдет себе развлечение на свой вкус – загорать на шезлонге, купаться в озере или рыбачить на берегу. Плюс к тому, на базе можно будет отдыхать не только летом, но и зимой. Все условия для этого предусмотрены. На полях сахарной свеклы губернатор встретился с работниками колхоза имени Ворошилова. Здесь с каждым годом растет количество собираемого урожая. Фермеры отметили, при таких объемах производства необходим как минимум еще один завод по переработке сырья. Мы приняли 371 тысяча тонн, 300 тысяч тонн переработали. На 75 тысяч тонн в этом году приняли больше, чем в прошлом году. Завод работает стабильно. А все-таки вы идете на какие объемы? На около 750 тысяч тонн. Валерий Гаевский отметил, что Труновский район в инвестиционном плане идет вперед семимильными шагами и пообещал помогать перспективным проектам во всех начинаниях. Кристина Ревенко, Андрей Чернов, Информбюро, Труновский район.